здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о замечательном искусстве которое но одно то разгорается то на некоторое время исчезает в ней но она не всегда это период а нас гостях пётр борисенко заслуженный артист россии соль из театра московской периода уряд многочисленных конкурсов в том числе и международных конкурсов естественно артистов и первых здравствуйте просто вы смотрите выжив профессии очень долго заслуженные артист россии ну уж как вы меня и совсем не очень давно но давно вот скажите а и правильно я говорю что оперетта же она в нас всегда вот помните был период таких когда даже фильмы снимали там сильва да да вот все было связано и оперетта вдруг мало того наверное еще и некоторые исполнители оперетты переживали что что это он играет пою я но уж как много до нас я думаю но тем не менее оперета существует давно безумно популярна она конечно же где-нибудь вене вот кто бывал ну как без оперета у нас тоже присутствует но при этом как я и говорю это мое ощущение может быть я не прав она появляется исчезает появляется исчезает где сегодня место оперета в искусстве ну место оперет так сложно сказать ну наверное так вот если объективно оценивать ситуацию наверное мы сейчас стоим на какой-то такой паузе такой да ну вы знаете все равно мы все подвержены влиянию моды кто-то больше кто-то меньше кто-то на более длительный срок тот на короткий вот сейчас мода на мюзиклы а вот замечательный жанр самостоятельный ну в свое время так сказать конечно отпочковавшийся до от других жанров но тем не менее он сейчас существует сам по себе у него есть свои особенности свои достоинства ну и естественно свои недостатки вот но вот сейчас в тренде как говорят а вот сейчас моде поэтому вот как-то его продвигают его разгламируют его разбивают его развивают на театре оперета до нас на подмостках театру идиот да ну мы 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 делим наше жилище да 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 у нас такая коммунальная квартира вот просто ну потому что театр а директор театра руководство театра естественно заинтересована в том что привлекать все слои до зрительское любое внимание от старшего поколения которое очень любит оперету которая вот вы сейчас говорили которые я думаю что еще любит этой летучи побольше чем вене в будапеште советское время перед это было безумно популярно вплоть до молодого поколения которые вот вообще может быть даже и не очень даже знают что такой театр и вдруг вот мюзикл мюзикл в этом тоже колоссальная польза потому что ну развитие до смотрели музыка потом может быть и оперету и даже вплоть до того что но вот у нас мюзикл и на имеет под собой достаточно серьезную литературную основу там я не знаю анна каренина да и я приходят люди которые я правда не помню сейчас ходит анна каренина в школу школьную программу нет не знаю но может быть и даже если входит то сейчас как читают да в краткое содержание по диагонали до 1 на полстранички краткое содержание огромного романа вот а здесь пришли хотя бы уловили суть до сюжета перипетии что почему кашу и второе так они да еще и в музыкальной в красивые очень версии так что это замечательно ну вот сейчас это мюзикл но я думаю что ну во первых мы никуда не деваемся мы это я имею дать опять опережка и развиваемся мы существуем мы работаем мы сосуществуем мы сотрудничаем ну продолжается не только вот мы работаем театре мы же ездим на гастроли мы боем концерты мы все равно несем эту замечательную музыку зрителю то есть поэтому пока горела на востребована процесс идет 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 но и тут пришло время уже потому что для того чтобы стать заслуженным артистом россии из солистом театра необходимо вообще начать процесс творческий с чего вы начинали почему именно в творчество пошли знаете я думаю что все в той или иной мере начинают с такое условно назовем табуреточки да когда ждала табуреточки когда приходит гости в ребенка ставит и давай давай конечно это было конечно это было уж не знаю был ли это толчок или это была одна из составляющих кстати надо сказать у меня вот профессионально к культуре никто не имел отношения были какие-то творческие безусловно вот особенно вот бабушка рассказывала что ну раньше семьи какие были много-много-много детей вот и дедушка имел такую возможность финансовую он всех детей каждый из детей я даже сейчас на своему стаду не скажу сколько их было вот 5 6 6 каждый владел разным музыкальным инструментом все все-таки умели петь всегда собирались пели на голоса строили и вот даже я еще помню по детству там ну еще так сказать из старых родственников когда собирались на голоса пели строили очень красиво но это абсолютно вне профессии которые мы занимались художественная сама гнусом да дома домашний да да ну просто культурное воспитание вот поэтому наверное это все конечно накладывает отпечаток наверное все это как-то бурлила я в школе как-то был тоже расположен опять вот к слову о самодеятельности а вот таким каким-то вот толчком скорее явилась явился такой момент достаточно грустные когда у меня неожиданно ничего не получилось в плане поступления на в институты по выбранному пути потому что я должен был быть историком учителем истории да и закончил школу я готовился и поступал и вы в мг у его гуманитарный университет ну про проходной балла мне хорошо где-то сочинение где-то сама история пострадала где-то английский язык ну вот я в несколько потоков поступал все и как так получилось что в общем учился учился и такой на хорошем счету и бац не поступил и какой такой клеймо не может это было очень раз очень неприятно и вот единственное спасение было драм кружок который вот существовал и как-то вот он дал мне возможность немножечко от этого стресса уйти ну и потом уже все вот я понял что наверное внутренне не мое вот это вот что-то надо а что я не знал что не знал что и так случилось что прогуливая подготовительные курсы чтобы поступать на следующий год опять-таки пытаться стать историком уже подготовительные курсы в пединститут ленинский тогда или ленина я забрел но как я прогуливаю я прогуливал как человек все-таки культурными корнями родил в консерваторию я ходил по каким-то красивым улицам я читал там про историю каких-то особняков его ну просто надо же как-то время вот и по театрам и вот набрел я 24 октября 90 до 92 года я набрел на театр опереты где давали в тот день я принцессу цирка посвященную ста десятилетию по моему до кальмана и вот и вот и все ну и вот и все хочу так вот и хочу ну еще это не оформилась то что но да я хочу но как пока не было понятно ну а потом как-то вот видимо все же говорят что я к из человек хочет можно вот все можно тоже возникает самый простой вопрос да можно же хотеть все что угодно но это же даже не драм театр это же периода даже петь ну надо сказать что даже уже когда вселенная господь бог не знаю какая еще материя услышала мои посылы и бог мне послал сначала педагога по вокалу потом мне удалось даже не поступить сначала в института стать вольнослушателем в институте ну вот такая была форма не знаю если она сейчас благодаря чему я год как бы занимался наравне и даже лучше где-то с большим так сказать больше чем кто-то да потом уже по результатам меня перевели уже официально на второй курс вот но как-то так условно говоря до третьего курса уже будучи студентом все я все ровно гитиса видите сюда гитиса до факультета музыкального театра но райнар тогда сначала так российская академия была потом стал российский университет много и все равно как-то вот на счету кафедры на таком понимании кто какой студент чего стоит как-то я считался не поющим музыкальные занимания ну вот не поющим ну не поющим не не каждый же те наркозловский еда или доминго или повороте да поет и поет вот а потом вот как-то она вот после третьего курса до даже или даже наверно после четвертого уже как-то произошел такой перелом потому что ну во-первых поспособствовало то что у меня я дополнительно еще стал заниматься еще с одним педагогом потом кроме занятий с педагогом еще вот то что я я сейчас уже сам стал педагогом с годами я это то что я говорю своим студентам что вы поймите что не запоете вы просто не имеем музыкальной культуры музыкальная культура это надо слушать надо слушать анализировать на слушать наш мужем тоже к также как на все равно ты если ты не будешь начитывать то есть будешь в буковке тогда я понятно азбуку то ты выучишь в начальной школе ну а дальше надо читать ну вот это же самое с фразировка да какое-то понятие стиля музыкального этаже все надо слушать 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 но и вот я как фау offs фанатик я вот это все слушал слушал и И вот как-то получилось так, что несколько у меня было дипломных спектаклей. Один дипломный спектакль, основной, актерский, у меня был Вадевиль. А другой спектакль у меня был Травиата, Альфред. И вот как-то вроде интересно, не поющий, не поющий, не поющий диплом Альфред в Травиате. Ну, понятно, что это было не на уровне большого театра, наверное, и просто театра. Ну, не, ну, все равно это было. Это было, это был интересный очень спектакль. Ну, и потом начинается уже взрослая жизнь. А потом начинается взрослая жизнь, и как-то так вот... И самое главное, взрослая жизнь началась очень интересно, потому что я, ну, то есть, естественно, поскольку, я же говорю, я стал фанатиком театра, я ходил в театр как зритель, потом уже, будучи студентом, я уже попал, что называется, с другой стороны. Я, там, с артистами с какими-то познакомился, ей, ну, там, ноты какие-то ты ставил. Это сейчас все в интернете можно скачать, а тогда-то поди ноты какие-нибудь найди. Вот я к нашему, там, народному артисту Веденею Юрию Петровичу неоднократно обращался. А педагог мой вокальный Григорьев Антон Алексеевич, там, через каких-то солистов тоже, там, ну, послушайте, там, по-по-по-по. Короче, я уже весь пятый курс, который сейчас-то, вот, слава богу, вернули в ГИТСе классическим вокалистам. Там же у нас теперь, как бы, есть отдельный мюзикл, отдельно классикл. Вот классиком вернули пятый год, а то ведь, по-моему, около десяти лет обучения не было пятого, а это ужасно, потому что пятый год обучения – это эксплуатация спектакля. Ну, что значит эксплуатация? Это самое главное. Ты выходишь на сцену, ты приспосабливаешься, ты ищешь, ты отвечаешь себе на какие-то, ставишь и отвечаешь себе на вопросы. Это самое главное. Это вот. И поэтому вот весь пятый курс, пока мы играли наши студенческие спектакли, весь этот пятый курс я провел в театре. Я выучил уже все партии, которые подходили моему голосу, естественно, там я читал какие-то, ну, сценки для концертов, потому что умные люди сразу подсказали, Петя, роли – это хорошо, но ведь концерты. А для этого нужна такая там сценочка, вот такая сценочка, эти куплетики. Да нет, ну, надо. Это будет тебя кормить. Кормить, да, конечно. Да, умные люди. Ну, вот сейчас вот здесь сделаем небольшую паузу, но вот на том моменте, когда вы уже практически завершили обучение, хотя, наверное, в творческих профессиях обучение всю жизнь продолжается. Это точно. Но сейчас сделаем небольшую паузу, напомню нас в гостях, заслуженный артист России Петр Борисенко. И вот что с ним произошло после окончания ГИТИСа, об этом мы расскажем в следующей части. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Петр Борисенко у нас, заслуженный артист России в гостях, солист театра «Московская оперета», лауреат международных конкурсов. Итак, студентом вы закончили быть. И куда же вы всё-таки пристроились или устроились? Так вот, самое интересное, что я не закончил быть студентом, потому что я спел конкурс в театр каждый год московский, академический, ордена Трудового Красного Знамени тогда ещё советского, московский театр оперета. Каждый год, естественно, иной раз даже не раз, а два, то и может быть даже и три, театр устраивает какие-то прослушивания. Да, они, бывает, что ограничиваются прослушиванием только в классе, если так сказать, ну, в зависимости от... Ситуации. Да, какие приходят силы, убедительные или неубедительные. Вот. Тогда как-то так тоже подобрался интересный такой костяк, сколько нас человек там было, ну, по-моему, больше пяти-шесть человек. В общем, это был серьёзный, то есть первый тур мы отпели, то есть, ну, понятно, нас прослушали в классе, коллегия, потом мы вышли на сцену под пианино, отработали, и третий тур это было под оркестр, на сцене. Да, причём жуткое, ну, во-первых, само по себе ощущение, ты выходишь на сцену, петь на коллегию, а это был день зарплаты, я это очень хорошо помню. И поэтому, естественно, а тогда же, ну, всё-таки, естественно, сейчас как-то спокойнее, а тогда, ну, новее прослушивают, но это... Естественно, люди зарплату получили, ну, пошли послушаем. И вот там достаточно много, я плохо-плохо без очков вижу, но всё равно, я же понимаю, что люди набираются, конечно, такая-то... Зрители, зрители. Зрители, да, ну какие зрители, какие. Вот, и, в общем, Господь дал счастье, взяли нас несколько человек в театр, и получилось так, что меня взяли в театр, а только через неделю, там, через несколько дней я пел диплом. И диплом я уже пел, будучи в статусе солиста. И я так спел этот диплом, сушь, ты никогда так не пел. А ну, а что я? Всё, я же уже, я трудоустроен, профессионал. Я свободен, да? Вот, и я вот... Началась трудовая деятельность. Началась трудовая деятельность, и вот 1 августа по трудовой книжке у меня было 25 лет, как я официально, ну, это было... Да, в июне нас приняли, но официально оформили с августа, с 1 августа, вот, 98-го года. И вот за этот период, за 25 лет, что пели, в каких проектах участвовали, какие роли вам запомнили? Ну, слово «проект» я, наверное, не употреблял, да, оно не совсем. В спектаклях, в спектаклях. Опять же, я когда пришёл, ну, естественно, уже голос начал всё-таки, ну, не то что доминировать, но, во всяком случае, голову свою фигурально выражаясь, он поднял, и, конечно, мне хотелось петь «Партии», да, вот, но, опять же, мудрые люди сказали, «Петь, ну, это от тебя никуда не уйдёт, да, всё равно ты это будешь петь, ну, сыграй каскадные роли, вот, там, Тони в «Принцессе цирка», Бони в «Сильве», да, я, там, не трусь, в… Тем более, что я был, ну, я сейчас, так сказать, не худенький, а когда я пришёл в театр, в день диплома, вот через неделю, да, как вы меня взяли, я весил 100 килограмм. Да, и когда меня директор брал, он сказал, «Петь, берём, там, всё, но не похудеешь, даже вообще не разговор». Вот, кстати, да, проблема артистов нет, да, не разговор. Ну, а тенора вообще, так сказать, наверное, это какая-то физиологическая штука, вообще тенора подвержены немножечко, так сказать. Говорят, даже специально, даже специально как-то… Ну, не в нашем жанре, не в нашем жанре, не в нашем жанре, не в нашем, нет, нет, не в нашем жанре. Очень можно быстро с дистанции сойти, тяжело прыгать, скакать. А, понятно. Ну, да, вам, да, да, да. Вот, и поэтому, как бы, я сначала стал выступать в амплуа простака, то есть каскадные роли, вокально-танцевальные, и параллельно уже шли такие роли вокальные, там, Альфред в «Летучей мыши», Камилл на второй год уже работаю в «Весёлой вдове», вот, и, так, первая героическая роль у меня была уже вот через четыре, на четвёртом сезоне работы в 2002 году, это вот когда Горбань Александр Николаевич, «Сарство небесное» поставил у нас «Фиалку Монмартр», я пел Рауля, вот, с незабвенной нашей Лилья Кольной Амарфей, народной артисткой, покойной, увы, тоже, вот, вот, конечно, как-то это был тогда такой тоже для меня совершенно потрясающий прорыв в космос, вот, то есть, в общем, развитие моё шло по многим направлениям, и я безумно счастлив этому факту, потому что вот сейчас, когда я уже, в общем, 25 лет, это я уже, в принципе, мог бы, если бы не некоторые изменения в системе пенсии, я бы, в принципе, сейчас мог уже оформлять вокальную пенсию. А для вокалистов... 25 лет, да, для солистов-вокалистов, для женщин 20, а для мужчин 25, ну, потому что это же как это... Ну, вот, кстати, о голосе такой вот вопрос, может быть, не совсем творческий, это всё-таки ваш инструмент, да? Ну, конечно. И, наверное, для него какая-то особая история, наверное, вам нельзя там много есть, много там, я не знаю, гулять по холодному воздуху, или вы как-то привыкли с ним договариваться? Нет, ну, как с ним договариваться? Для того, чтобы голос работал, нужны нормальные, адекватные мозги. Ага, ну, это прежде всего. Да, нужны мозги. Вообще, для того, чтобы существовать, нужны мозги. Да, вы понимаете, когда мозгов нет, оно ведь, да, вот, поэтому, ну как, кроме того, ведь у нас ещё сложнее, чем даже, ну, может быть, у нас не столь интенсивная, скажем, нагрузка вокальная, как у оперного певца, но у нас есть свои сложности, потому что постоянный переход с разговора на пение, плюс, если вот как ты выступаешь в таком в амплуа танцевальном, а сейчас, даже вне зависимости от амплуа, сейчас всё как раз под влиянием мюзикла, всё стало очень прыгучее, танцевальное, дёрганное. Динамичное. И поэтому, естественно, постоянно вот это дёрганье, оно, конечно, прудно. Да, и плюсов у вас нет. И плюсов у вас нет. Да, и плюсы, сплошные минусы. Нет, ну серьёзно, да, конечно, это всё приходится делать живым голосом, и, конечно, никому ты задыхающийся и неубедительный, и неслышный в зале не нужен, поэтому это очень большая нагрузка на голос. И, конечно, ну, все живые люди, понятно, все, так сказать, хотят иметь ещё и какую-то личную жизнь, кроме профессиональной, но, тем не менее, всё равно, особенно всё-таки исполняя первые партии, да, которые иной раз идут наравне с оперными, конечно, ты во многом себе отказываешь. То есть заложены голосом. Ну, конечно, и, конечно, пока вот, так сказать, даже я сейчас уже думаю, господи, какое счастье, я, наконец-то, я же там, я не знаю, очень много у меня было гастролей, и, дай бог, ещё будет, приезжаешь в город раз десятый, и вот уже сейчас, когда ты играешь уже не вокально, а уже роли характерные, думаешь, господи, какой город-то красивый, а ведь сколько раз не приезжал в гостиницу, ну, а как, надо же поспать после самолёта, бессонная ночь, перелёт, то есть всё, надо перед спектаклем лечь поспать, чтобы успокоить голос, привести себя в порядок внутренний, как бы, да, нераздёрганным быть, это же тоже сказывается. А диета, какая-то специальное упражнение существует? Ну, во-первых, ну, диета как? Диета, ну, естественно, острая всё, это же как? Потом, ну, чисто эстетически, ты же работаешь с партнёром на близкой дистанции, ну, как, чеснок, лук, аджика. Ну, а диета как? Ну, мышцы, в смысле, господи, связки – это мышцы, а работа сценическая – это спорт, хороший, настоящий спорт. Поэтому, конечно, это и диета должна быть соответствующая, и режим соответствующий. Ну, теперь мы не можем не коснуться, конечно, темы великих коллег, и уж, которые ушли, которые работают сегодня. Мы знаем, что голос, кстати, это же любопытное тоже, что это вы говорите, мышцы, да? На самом деле ведь руки есть, ноги есть, как мы выяснили, голова есть. Да-да-да, что-то есть. А голос – это то, в общем-то, чего нет, то, что делают наши мышцы, то, что делает наш организм. И поэтому очень часто даже анекдоты по этому поводу ходят, когда заходит артист драматически и вдруг говорит таким настоящим голосом, потому что телезрители должны знать, что вот он, мой настоящий голос, которым я сейчас говорю. Но мы привыкли говорить здесь, да, где-то? Да-да-да-да-да-да-да-да. Потому что мы не в курсе, что голос-то у нас работает по всей… Ну, это мучает в ГИТИСе в том числе. Да-да-да. Вот мы тут понимаем друг друга. Да-да, мы так это на одной волне поплыли. Но вот это же любопытная история. Всегда задаю вопрос. Это как? Это есть у всех? Это можно вытащить? Это можно научить? Или вот в повороте он такой один? Чем отличается повороте, скажем, от того же Козловского? Помните эти вечные советские драки между поклонницами одного замечательного тенора и другого? Ну, вы понимаете, как и в вокале, так и в актерском мастерстве есть ремесло, технология, умение, умение, да. Есть правила, которые ты выучиваешь, которые ты эксплуатируешь, которые ты развиваешь и так далее, и так далее. А есть нечто, что дает вот опять та же субстанция, о которой я говорил тогда, Господь Бог, папа, мама, космос, что-то все вместе дает нечто такое, что ты становишься индивидуальностью. Потому что в повороте уникальный технологический певец, технология у него фантастическая. Вот когда я еще, так сказать, пел такие какие-то большие спектакли, я едущи на спектакль на машине, я просто ставил повороте. Ну, естественно, когда я в театр приеду, я распоюсь. Но настрой позиционный, какие-то, это же все равно работа мышц, это работа дыхания. Ну, когда ты понимаешь, что он делает, и что ты делаешь, конечно, то есть вот ты едешь, там это час-полтора, пока я до театра еду, я вот слушаю, и у меня аппарат не устает, а у меня аппарат приходит в рабочее состояние. Причем не только аппарат физиологические, мышцы, а весь я настраиваюсь, потому что вот этот человек жизнерадостный, с ярким, сочным, вкусным звуком, да, ну, в повороте, да, вот. И я, соответственно, вот как бы так настраиваюсь на это. Так и актерское мастерство, понимаете, много-много хороших артистов, да, но Евстигнеев один, да, Смектуновский один, да, и так далее, Леонов один, Табаков один, Ефремов один, Доронина одна, ну и так далее, Френдлих одна, да. И, то есть, люди удивительно наученные, на высочайшем уровне владеющие, но есть нечто вот такое... Что, наверное... Что отличает, да, поэтому... И приводит публику к сумасшествию. Когда приходят, да, конечно, конечно, это же так же качество в голосе, да, тембральное. Поэтому, когда приходит студент, вот, не студент, а абитуриент, и вот задача стоит в том, что вот научиться, вот, что нужно научить, научить, научиться можно, научиться, если ты хочешь, ты научишься. Но, вот, если в человеке Божья искра, вот это вот очень важно поймать, а что это такое? Это такое количество разных факторов, это такое количество разных факторов, это психика, это какие-то, может быть, комплексы, колоссальные комплексы, которые от такого внутреннего сопротивления, когда там уже звон, вдруг человек, бац, прорывается, искра вот эта, да. У каждого все индивидуально. Спасибо вам огромное. Ну и, конечно же, приходите в театр, смотреть, потому что одно дело разговаривать с актером, а другое дело наблюдать за ним в деле. Правильно. Петр Борисенко, заслуженный артист России, солист театра Московская оперета, лауреат международных конкурсов. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин